Всем привет! С вами по-прежнему Оксана Костина. И в рамках марафона по контенту 3.0 хочется быть более уверены на таких вот видеороликах. А также мы ищем с вами харизму. И данное видео занятие у нас под номер 3. Итак, если вы не смотрели первое и второе занятия, то я вам рекомендую все-таки пропустить ленту и посмотреть их обязательно. Выполнить задание и только после этого вернуться к данному видеоролику. А мы продолжаем с вами. И сегодня мы разбираем второе правило. Второе правило – это вызвать у человека доверие. Я хочу рассказать на себе. У меня был достаточно яркий пример. Мне есть чем сравнивать. И именно с этим примером я хочу поделиться именно с вами. Так получилось, что я работаю в мужском коллективе. И основные люди, которые работают в нашей фирме, естественно, это мужчины. И в один прекрасный день к нам пришел молодой человек. К нам на работу. Но, но, до того, как, прежде чем идти к нам на работу, до меня дошел слух, что данный человек, он вовелас. Он сводит женщин просто-напросто с ума. Мне было интересно. Я никогда в жизни таких людей не видела. И, естественно, мне было интересно с ним познакомиться. Когда он пришел, когда он переступил через порог, в принципе, я сразу поняла, что данный мужчина – это средний статистический человек. То есть, ну, что-то там такое сверхъестественное, там, от чего бы женщина сходила с ума, я вот в нем абсолютно ничего не увидела. Но по мере общения. По мере общения, когда мы с ним общались, когда он со мной оставался один один, когда мы с ним общались, то я понимала, что во мне вот в какой-то момент что-то вот такое щелкает. Я хочу сказать, что, наверное, вот каждая женщина ощущает вот эти вот ощущения, ощутила, ощутяла, ощущала там еще как-нибудь от мужчины очень редко. То есть, она не от всех мужчин ощущает вот эти вот толщины. И я хочу сказать, что и я тоже самое, что у меня от всех мужчин вот эти вот интересные чувства не получаю. И вот, в принципе, если сравнивать с мужчиной, я бы не сказала, что этот мужчина – мой идеал, и я не в восторге от него, и, если честно, я не понимала, почему со мной вот эти вот чувства происходят. И я вот эти чувства, я сильный человек, я сильная женщина, и я вот эти чувства, вот эти, которые у меня возникали во время с ним разговора, просто-напросто убирала. Убирать-то я убирала, ну и, соответственно, говорить я ему об этом не говорила. Когда прошел какой-то период времени, когда мы уже поняли, что, в принципе, у нас вместе с ним интерес одинаковый. Нам есть о чем говорить. Мы, в принципе, можем общаться абсолютно на любую тему. Я поняла, что он на меня злится. Я могла понять, почему он на меня злится, поэтому мне стало интересно. Мы с ним разговаривались, и он вот открыл мне вот такую вот интересную тайну, что при общении с женщин, то бишь со мной, ну не только со мной, но и с другими женщинами, он применяет тактику. При разговоре он смотрит женщины в глаза, и периодически, когда он разговаривает с женщиной, он как бы случайно прикасается к той или иной женщине. И вот когда он прикасается, он как раз вот эти вот чувства и срабатывает. Я, конечно, очень сильно удивилась, но, естественно, я не стала ему говорить, что я эти чувства тоже испытывала. Правда, ну, как бы я связать их никак не могла. Не стала я ему делиться, но, но я стала наблюдать после этого. Так как я работаю в женском коллективе, мне было это очень сильно интересно. И я общаюсь каждый день с мужчинами. И при разговоре, естественно, когда мы выясняем те или иные там вопросы именно рабочие, то, естественно, мы смотрим глаза в глаза, и я как бы случайно, случайно прикасалась к тому или иному человеку. Ну, естественно, мускул пол. То независимо от того, сколько мы уже знаем. Допустим, возможно, мы знаем с самого-самого, с моего начала, наверное. Или мы познакомились полгода назад, или там еще. То есть независимо от этого периода, я прям видела, что после того, как я к нему случайно прикоснулась, данный мужчина, данный мой коллега просто-напросто изменялся полностью. Вот, прям видно было на его отец, что он борется с какими-то вот своими вот чувствами. И мне стало интересно. Очень это интересно. И я продолжила свои собственные, скажем так, исследования. И так как я эти сами мебели, то я ежедневно общаюсь с своими собственными заказчиками. У меня заказчики и мужчины, и женщины. И хочу сказать, что я человек эмоциональный, то, когда я рассказываю, когда делюсь какими-то там своими мыслями о их дизайне, то, в принципе, у меня вот эти вот руки, они все время в движении. И я периодически, случайно, не специально, случайно задеваю их, соответственно, и мужчину, и женщину. Не важно, кто сидит. И я заметила такую тенденцию, что когда при разговоре общаются, когда при разговоре задеваешь случайно того или иного человека, то вот этот человек, он просто-напросто меняется. И я видела, как мои заказчики, вот если до этого сидели там, не знаю, пока-букой, то вот отношение вот после вот прикосновения абсолютно менялось именно ко мне, как к специалисту. И я вот эту тактику тоже применяю на своих собственных заказчиков. И, в принципе, я пришла ко второму правилу и хочу объяснить именно вам. Когда вы заходите в помещение, вы знакомитесь с людьми, соответственно, вы улыбаетесь, здороваетесь. И если вы мужчина, то вам гораздо проще. То есть вы здороваетесь там с мужчинами руку по руку. Если вы женщина и вы пришли для знакомства с женщиной, то, в принципе, это воздушный поцелуй. Если вы мужчина и вы знакомитесь с женщиной, то, в принципе, легкие поцелуи, щечки, ничего такого страшного здесь нет. Ну, то есть это те контакты, которые принято в том или ином обществе. Но обязательно телесные контакты должны быть. И при разговоре, когда вы будете общаться с тем или иным человеком, неважно, знакомый ваш, не знакомый ваш, то периодически его прикасайтесь к нему. Случайно там специально это уже будет ваша задача. И хочу сказать, что если вы живете со своим близким человеком, не имею в виду мужем, там, с женой, с любимым человеком или с любимой девушкой, то вы хотите там более быть близкой, то обязательно в течение дня возьмите себе за правило прикасаться к вашему любимому человеку. И вот вам первое задание. Вам нужно сегодня в течение дня, не важно, знакомые это люди или незнакомые, применить эту тактику, попробовать пообщаться с людьми, попробовать потрогать, ну не потрогать, я не имею в виду, что, а именно прикасаться к этим любви и свои собственные впечатлениям. Свои собственные чувства написать именно в чате. Возвращаюсь я к вам и мы пишем с вами видеоролик. И как все-таки вызвать именно доверие людей, которые сидят на том конце экрана. Конечно, мы не можем подойти и через камеру их потрогать, но вспоминайте мой разговор еще вначале. Тактика. Глаза, глаза. Имеется в виду, что я очень часто вас вижу, когда вы смотрите на камеру снизу вверх, или там, когда вы смотрите сверху, или там еще вбок какой-нибудь. Нет, мы ни в коем случае не смотрим ни снизу вверх, ни уж тем более сверху вниз, ни сбоку, ни с другого боку. Мы не читаем. Девушки, мальчики, мы не читаем. Мы смотрим именно прямо в камеру. Если вы носите очки, и если есть такая возможность снять очки и снять видеоролик после этого одеть, то лучше, конечно, снимать именно без очков. Второе задание. Девочки, мальчики, второе задание. Мы, как прежде, пишем пять предложений. То есть где-то там вас наверху ждет очередное пять предложений. На каждое предложение напишем по пять-шесть ответов. Всего их пять предложений. И на каждое предложение по пять-шесть предложений, не задумываясь. Нисколько не задумываясь. Именно в шестом уроке я вам расскажу, зачем я это все делала. Ну, а с вами была Оксана Костина. Увидимся в следующих роликах.